Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на разные модели машин, не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор будет посвящен любителям мини-вэнов, или, вернее сказать, компакт-вэнов. Среди автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка Японии, это явление весьма и весьма распространенное. Достаточно большое количество производителей предлагают разные модели, и количество этих самых моделей весьма обширное. Одна из наиболее популярных машин подобного формата это Honda Freed. Но если вам нужен более компактный автомобиль, или если вы закоренелый поклонник марки Toyota, то, скорее всего, именно эта машина попадет в круг вариантов для выбора. В следующие несколько минут эфирного времени мы посмотрим автомобиль изнутри и снаружи, заглянем в багажник, в салон, поговорим немножко про агрегаты, и, конечно, посмотрим на машину снизу. Встречайте, Toyota Raktis в кузове P120, второе поколение. Toyota Raktis в 120-м кузове появилась в 2010 году. На конвейере эта модель продержалась целых 6 лет, что весьма немало по меркам компакт-класса. В 2014-м автомобиль подвергли рестайлингу, самым заметным изменением которого было иное оформление передней части с новой светотехникой. Что касается агрегатной линейки, под капотом этих автомобилей располагались только бензиновые моторы объемом 1,3 либо 1,5 литра на 95 и 105-110 лошадиных сил соответственно. Коробки передач только вариаторные, ну а привод передний либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2011 года. В двигатель 1,3 на 95 лошадей, вариаторная коробка передач и передний привод. При первом взгляде на Raktis второго поколения со стороны становится понятно, что этот автомобиль действительно компактный. Визуально он меньше, чем тот же самый Frit от Honda. Габаритные размеры автомобиля. Длина 3,99 метра, ширина 1,68 метра, а высота 1,58 метра. Колесная база при этом составляет 2,55 метра, что условно абсолютно нормальный показатель для компактного автомобиля. Автомобиль довольно-таки верткий, радиус разворота 4,9 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия и его сопротивляемости ржавчине, то окрашены Raktis абсолютно стандартно для автомобилей страны восходящего солнца. Диапазон показаний толщиномера в большинстве случаев будет варьироваться в диапазоне от 80 до 120-130 микрон, если речь идет про родной окрас. Что касается коррозии, то каких-либо специфических мест, где она могла бы появляться, на этих автомобилях, пожалуй, не отметить. Единственное, что при осмотре подобной машины, конечно, не пропускайте фазу осмотра на подъемнике, но и если вы имеете дело с полноприводным автомобилем, который изначально имел шанс приехать к нам из северных регионов Японии, где в зимний период в ходу антигололедные реагенты, то осмотру днища следует уделить повышенное внимание. Ну а теперь давайте перейдем к осмотру автомобиля изнутри. И начнем по традиции с багажника. Доступ куда? Нам открывает достаточно крупная дверь с электрозамком. Если говорить про габаритные размеры багажного проема, то по его более узкой нижней части это порядка 96 сантиметров. Высота проема от верхней части до пола порядка 85 сантиметров. Ну а ширина багажного отделения по наиболее узкой части между пластиком багажника это порядка 99 сантиметров. При поднятых спинках заднего сидения погрузочная длина составит около 70 сантиметров по центральной части, но проем здесь не квадратный, соответственно края у него получатся немножко короче, порядка 64 сантиметров. Внизу под полом у нас есть пенопластовая формованная емкость, куда можно раскидать разную мелочевку, в том числе, например, и инструмент. И в данном случае под ней у нас нет запасного колеса даже в виде докатки, там еще один дополнительный ящичек для хранения мелочей. Однако опционально подобные машины запаской могут комплектоваться. Если же места в багажнике в подобном положении вам мало, вы можете сложить спинки заднего сидения. Причем делается это достаточно легко, тянуться никуда не надо, а производитель предусмотрел здесь довольно-таки удобные ручки. При этом полезная длина в данном случае составит, если говорить про центральную часть, порядка 148-146 сантиметров. Ну, а если вам надо увезти максимально длинный груз, который вы сможете просунуть между передними сидениями, то в данном случае до передней панели у нас будет порядка 2 метров, 2 метров 10 сантиметров, что-то около того. Опять же, все зависит от того, как вы будете размещать груз по салону. Теперь, что касается салона автомобиля, в частности, посадки водителя. При моем росте 1,86 сантиметров, мне достаточно быстро удалось подобрать за рулем удобную посадку. В данном случае, в нашей комплектации, рулевая колонка регулируется только по наклону, по вылету регулировки здесь нет. Водительское сидение здесь также имеет, на мой взгляд, довольно ограниченный диапазон регулировок по длине. То есть, вот это примерно максимально близкое, а вот это максимально отодвинутое назад положение сидения. Есть здесь и регулировка высоты, причем достаточно интересно посмотреть на ее нижнее положение. Это примерно нижнее положение водительского сидения в данном случае выглядит так. Что касается клавиш в салоне, органов управления и удобства пользования ими. В данном случае у нас комплектация простая, поэтому вместо климат-контроля с дисплеем у нас обычный кондиционер. Все на крутилках, но все эти крутилки достаточно интуитивно понятны, тактильно, в общем-то, все здесь выполнено неплохо и все под рукой, вопросов нет. С правой стороны у нас есть подлокотник, куда можно положить отдыхать локоть правой руки в дальней дороге. Четыре стеклоподъемника водительские с авторежимом, клавиши центрального замка и блок управления регулировкой зеркал. В нашей комплектации больше здесь ничего не расположено. Подрулевые переключатели не только удобные в плане того, как они расположены относительно руля, то есть к ним не надо тянуться, но еще и довольно приятные тактильно. Скажем так, в автомобиле Porsche Cayenne звук, с которым переключаются поворотники, куда более дешевый, чем здесь. Что касается бардачков, подстаканников и мест хранения, в Raktis 120 кузове у нас есть два бардачка. Верхний перчаточный ящик и нижний, куда можно положить что-нибудь наподобие, например, документов, книжек, дисков, что-то необъемное. Поскольку, несмотря на большую длину, он все-таки достаточно узкий сам по себе. В центральной консоли никаких дополнительных удобств не предусмотрено. Есть 12-вольтовая розетка, плоская площадка, куда можно что-то бросить. И интересный достаточно по своей конструкции подстаканник с отдельными вставшими, которыми вы можете регулировать, скажем так, размеры этих самых подстаканников. Вообще, по-хорошему, в обычном положении их здесь получается 4 штуки. Также в дверных картах внизу есть карманы, куда можно что-то положить, а в переднюю часть которого можно поставить, например, полулитровую бутылочку. Ну и что касается обзорности, с ней здесь все в полном порядке, остекления здесь много, площадь остекления большая, есть дополнительные окошки в передних стойках, никакой пешеход от вас уже при повороте направо и налево не спрячется, а боковые зеркала весьма немаленькие по площади по легковым меркам и весьма информативные. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с пространством сзади. Что касается пространства на заднем сидении, в данном случае я сажусь сам за собой, напоминаю, рост 1,86 м, я не касаюсь коленями спинки переднего сидения. Посадка здесь довольно-таки вертикальная, сама подушка заднего сидения находится выше передних, то есть вы сидите как бы в амфитеатре. Никаких дополнительных удобств в виде подлокотника в нашей комплектации не предусмотрено, опять же, есть только отделанный тканью подлокотник на дверной карте, но в целом, надо отметить, с учетом формы заднего сидения, это достаточно удобная посадка. Запас пространства над головой по-прежнему достаточно большой, внизу дверных карт также есть кармашки, куда можно, например, поставить ту же самую бутылочку с водой. И спинка заднего сидения в нашем случае регулируется по углу наклона, но в очень ограниченном диапазоне и, по сути дела, в двух положениях. Совсем вертикаль, либо все-таки более эргономичный наклон назад. Что касается подкапотного содержимого второго Рактиса, в данном случае у нас базовый двигатель объемом 1,3 литра, базовый для дорестайлинговой модели. Это мотор 1NR-FE. Двигатель этот представляет собой алюминиевую рядную четверку с цепным приводом газораспределительного механизма, с двумя распредвалами, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы здесь есть, соответственно, тепловые зазоры регулировать уже не придется. И на каждом валу в данном случае присутствует фазовращатель. Конструктивно двигатель очень простой, ведь не причислять в самом деле к элементам, усложняющим конструкцию мотора, такие вещи, как электронная дроссельная заслонка или система EGR. Мотор этот развивает 95 лошадиных сил и 120 ньютонов метров крутящего момента. На рестайлинговых машинах этот двигатель сменила его модернизированная версия 1NR-FKE, которая получила возможность благодаря модернизированной системе изменения фаз газораспределения работать также и по циклу Аткинсона, более экономичному, нежели привычный нам цикл Отто. В плане надежности и тот, и тот агрегат на самом деле весьма неплохие двигатели и способны отъездить далеко за 250 тысяч километров пробега при условии регулярного обслуживания. Желательно менять масло почаще, раз в 7 тысяч километров хотя бы и не экономить на качестве самого продукта. По сути дела, каких-либо вопросов по данным силовым агрегатам не так уж и много, но, пожалуй, самая распространенная из них, распространенная условно, это расход масла на угар на автомобилях с большими пробегами после 100-150 тысяч километров. Поэтому при осмотре подобного мотора обязательно проверьте двигатель на дымность, хотя бы разгазуйте и принюхайтесь на предмет отсутствия запаха масла в выхлопе. Естественно, при осмотре автомобиля желательно завести двигатель на холодный, убедиться в том, что муфты-фазовращатели не издают каких-то посторонних звуков при холодном запуске, да и при работе в целом, естественно, и убедиться, чтобы агрегат был сухой. Двигатель этот на самом деле весьма распространенный, ставился он на огромное количество моделей Toyota, и не только. Также мотор этот можно было найти, например, на таких машинах, как Daihatsu Bun, которые также выпускались большим тиражом. Поэтому в случае, если страшное все же случилось, или пробег на вашем автомобиле уже подошел к той цифре, когда маячит на горизонте замена агрегата, проблем с поиском контрактного двигателя, естественно, не должно возникнуть. То же самое касается и старшего по объему полуторалитрового двигателя 1NZ-FE. Также крайне распространенный мотор, весьма уже изученный, с неплохим ресурсом в целом, под 300 тысяч километров пробега. Кто-то, конечно, исхитряется проезжать и гораздо больше. Как говорится, залог долгой жизни агрегата в данном случае, те же самые регулярные замены масла. Конструктивно 1NZ-FE это также рядная четверка с цепным приводом ГРМ. Ресурс цепи порядка 150 тысяч километров, хотя кто-то ездит на них и гораздо дольше без замены цепи привода и газораспределительного механизма. Фазовращатель на нем уже один-единственный. Ну а по сути дела проблемы схожие с 1NR. Основная по-прежнему это появление расхода масла на угар к пробегам за 150 тысяч километров. Поэтому проверку на дымность проводить обязательно. И также посмотреть на предмет отсутствия течи по двигателю. Кстати, оба мотора и NR и NZ не любят перегрева, поэтому купив и впоследствии эксплуатируя подобную машину, следите за исправностью системы охлаждения. Особой болезненностью она здесь не отличается, но за исправностью насоса, то есть помпы, следить все же надо. И время от времени вам, как владельцу подобного автомобиля, возможно придется все же ее менять. Само собой разумеется, NZ-FE под капотом Рактиса, это уже последняя версия данного двигателя, модернизированная, которая имеет также электронную дроссельную заслонку и гидрокомпенсаторы. Соответственно, регулировкой зазоров, в отличие от автомобилей Honda, например, здесь заниматься не придется. Что касается эксплуатационных качеств, автомобиль, конечно, не гоночный, но полуторалитрового мотора этому автомобилю должно хватать, по крайней мере, в городских режимах движения. Что касается расхода топлива, то вряд ли на этой машине, даже на полноприводном варианте, он превысит 10 литров на 100 километров пробега. В общем и в целом, агрегаты под капотом Рактиса, это простые моторы, не замороченные, с поиском запасных частей здесь проблем никаких не будет. Моторы оба довольно-таки экономичные, хотя огромной разницы между малообъемным и более старшим по объему двигателем по расходу топлива здесь не будет. Емкость топливного бака, кстати, стандартная для автомобилей компакт-класса, это 42 литра. Что касается коробок передач, они здесь только вариаторные, это эйсиновские коробки и, соответственно, по надежности довольно-таки неплохие агрегаты. Пробег, который эта коробка пройдет до ремонта, будет, конечно, во многом зависеть от режима и стиля эксплуатации автомобиля владельцам, но по большому счету менее 200 тысяч километров эти коробки выхаживают крайне редко, а зачастую эти цифры гораздо больше. Залогом долга службы этой вариаторной трансмиссии будет, как водится, регулярная смена масла. Меняйте жидкость раз в 40 тысяч километров вместе с фильтром и будет, как говорится, вам счастье. Помимо того, что данные коробки довольно-таки критически воспринимают грязное масло, по большому счету сказать что-то плохое про них нельзя. Со своими задачами в сочетании с данными агрегатами трансмиссия справляется прекрасно. Естественно, при осмотре автомобиля на тест-драйве нужно обратить внимание на то, чтобы коробка работала корректно. Никаких тычков, дерганий и провалов при разгоне, естественно, быть здесь не должно. Кстати, при осмотре на подъемнике не забудьте убедиться, что у вас не подтекают сальники приводов, поскольку подобное на данных агрегатах иногда попадается. Ну и перед тем, как перейти к осмотру автомобиля снизу, давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом. По каталогу клиренс у Рактиса второго поколения это 140 миллиметров, что вроде бы как немного, но это касается низшей точки. Если говорить про парковки к поребрикам, то парковаться вы будете, скорее всего, бампером передним, либо задним. И в этом случае имейте в виду, что расстояние до самой кромки бампера вполне приличное, порядка 20 сантиметров. Если говорить про пластиковую защиту по низу, то это как раз-таки около 14 сантиметров. Ну а расстояние до брызговичков в передней части за передним колесом это 16 сантиметров. В задней части автомобиля расстояние до брызговика это 15 и до порога 19 сантиметров. Ну а задний бампер это самая высокая точка в данном случае, порядка 28 сантиметров. Выхлопная труба находится где-то на 5-7 сантиметров ниже, поэтому если нужно подъехать к очень высокому бордюру, желательно делать это задним ходом. Данные цифры вкупе с отсутствием свесов у автомобиля, они здесь действительно очень короткие, дают Рактису довольно неплохую геометрическую проходимость, по крайней мере более чем достаточную для поездки на дачу и для езды в городе. Сама же подвеска у Тойота Рактис второго поколения очень простая, спереди здесь Макферсон, ну а сзади в данном случае на переднем приводе обычная зависимая подвеска, то есть балка. По передней части из особенностей видно, что как и на Филдерах и на Короллах, в данном случае у нас шаровая опора выполнена официально неразъемной с рычагом, и по задумке конструкторов менять ее нужно конечно тоже вместе с передними нижними рычагами. Рулевая рейка в данном случае электрическая, и как показывает статистика, каких-то особых головных болей у владельцев подобных автомобилей она не вызывает, по крайней мере на пробегах до 200 тысяч километров точно. Ресурс компонентов подвески естественно будет сильно зависеть от режима эксплуатации, от качества дорожного покрытия, но например на этом автомобиле при пробеге в 94 тысячи километров каких-либо нареканий по ходовой части нет вообще. Можно предположить, что к пробегу 150 тысяч все так и останется. По большому счету при осмотре подобного автомобиля снизу основной момент, на который вам нужно обратить внимание как покупателю, это отсутствие течи по мотору, по стыку двигателя и коробки передач, а также по сальникам приводов, которые мы уже упоминали. Что касается задней подвески, здесь по сути компонентов минимум, она очень простая, обычная балка, сайлинблоки, балки выходят явно больше 200 тысяч километров, при любом варианте беспокоить вас сильно раньше этого времени они точно не начнут. При покупке автомобиля с большим пробегом имейте в виду, что задние тормоза здесь барабанные соответственно, но если пробег на автомобиле уже больше 150 тысяч километров, не лишний будет на станции проверить каково состояние тормозных колодок внутри барабана. Как правило, к такому пробегу они уже могут требовать замены. Ну и последняя ремарка по задней части автомобиля снизу, топливный бак 42-литровый, как мы уже упоминали, в данном случае пластиковый, соответственно никаких проблем с коррозией у вас не будет. И сама горловина, заливная горловина бака здесь тоже выполнена из пластика, соответственно проблем подобных тому, как встречались на 120-х короллах, связанные они были с прогнившей горловиной, здесь вы уже не встретите. Таким образом, Toyota Raktis в 120-м кузове это компактный городской хэтчбэк с достаточным запасом пространства в салоне и в багажнике, довольно небольшим расходом топлива и недорогим обслуживанием. Подвеска простая и абсолютно не проблемная. Так что для покупки с прицелом на долгую эксплуатацию этот автомобиль подойдет как нельзя лучше. На этом мы завершаем наш обзор. Если у вас была или есть до сих пор Toyota Raktis в 120-м кузове, вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров и вам есть, в чем нас поправить и чем нас дополнить, указывайте это в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если же вас заинтересовал конкретный экземпляр на нашем подъемнике, напоминаем, 2011 года с пробегом 94 тысячи километров по Японии, то всю интересующую вас информацию, включая наличие именно этого автомобиля на продаже, вы можете уточнить, воспользовавшись контактной информацией под данным видео. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.